Привет, привет всем моим друзьям, зрителям, любителям моего канала. Поговорим с вами, будем отвечать на ваши вопросики. Что ж, друзья, читаю ваши комментарии и будем отвечать. Вам нравится, вы ждёте, вы очень много задаёте, вам интересно, вы советуетесь со мной. Ну, я по мере возможности делюсь своим опытом, как я думаю, как бы я поступила. И по мере возможности я вам отвечаю. Что ж, друзья, будем отвечать на ваши вопросы. В первую очередь, что я хочу вам сказать, вы насмотрелись фильмов, у вас, у многих женщин, которые мне пишут комментарии, задают вопрос. У вас такое ощущение, что турки самые идеальные мужчины, что все женятся на наших, они мечтают только об славянке, русской, я не знаю, иностранцах. Понимаете, иностранцах, да, что они без ума от наших, потому что, ну, девочки, понимаете, я уже говорила, ну, конечно, у многих видео, но люди приходят новые, и вы не смотрели, да. Турецкий народ, он, как и обычный народ, просто, ну, другой менталитет немножко, чем они отличаются. Потому что наши более люди добрые, более смелые, ну, много чего лучше, понимаете. Но, как бы, турецкий мужчина, что я вам хочу сказать, друзья, очень умный, очень хитрый, очень вспыльчивый народ, вот, допустим, очень сложно с ними общаться. Вы можете жить с человеком, допустим, ну, вот, смотрите, есть такие ситуации, да, у меня многие подруги, знакомые, сейчас я вам расскажу. Ну, как бы, это было, есть в любой стране и с любым, с любым мужчиной, да. Допустим, ну, по своему опыту, по, мои друзья, вот, знаете, когда женщина, ну, внушает себе, что, допустим, ну, конечно, потому что за 50, за 40, считаете, в нашей стране очень трудно найти мужчину, допустим, хорошего, да. Тут и молодые ведутся, моложе, неважно, какой возраст, ну, это за границей, по-моему, и в Америке, и в Европе, точно так, да. У нас немного уже, если человек за 50, он уже, ну, очень мало людей, которые, считайте, вот, это бла-бла-бла комплиментами, а высыпать женщин, поэтому женщины общаются, ведутся. Ну, я уже вам говорила, что турецкие мужчины, они комплименты раздают, как привет, им это очень легко, они любят много говорить, а женщины обычно в любом возрасте любят слушать ушами, да. Ну, как бы, я вам говорила, много вот, да, задали вопросы, допустим, сейчас я попробую ответить. Ну, про наследство я уже отвечала, мои друзья, что, допустим, ну, смотрите, вы хотите все идеального себя мужчины, а вы задумайтесь, а что я из себя представляю, чем я зацеплю турецкого мужчину, да, любого мужчину в любой стране, чем я могу его удержать, зацепить и так далее. Я, да, вы мне написали, что как тогда быть, что если они в возрасте вот такой фигнёй страдают, типа, общаются, сидят на сайтах, ну, потому что они, наверное, не стареют, чертых знают. И что я хочу вам сказать, знаете, турецкие мужчины, они очень такие, как вам сказать, быстровлюбчивые, да, но они их быстро попускают, как любому мужчину. Женщина должна чем-то интересовать мужчину, чем-то зацепить. Вы что думаете, что вы приедете, будете готовить, убирать, ублажать, и что дальше? И думаете, что всё, вы уже себе почву под ногами сделали, никуда от вас турок не денется. Вот знаете, как я вам скажу, вот смотрите, когда ты живёшь с турком, да, ну, или гражданском браке, или общаешься, это я могу навести очень много примеров, да, но коротко вам отвечу, мои друзья. И когда ты общаешься, вот, с турецким мужчиной, допустим, он другой, когда ты живёшь с ним, гражданским браком, он уже совсем другой. Когда ты женишься, он показывает свои зубки. Но я всегда говорю, что женщина должна, как бы, ну, себе в первую очередь. Когда женщина нравится себя, любит себя, уважает себя, и, естественно, она не позволит, допустим, чтобы мужчина манипулировать женщиной, чтобы, понимаете, потому что женщины очень много глупо делают, когда к турку приедет, да, и думает, что, если ты покажешь себе, Бог знает, с какой стороны, как ты его ублажаешь, как ты его ценишь, вы думаете, что он вас прочитает очень быстро. Турецкий менталитет — это такой. Допустим, турецкий менталитет — это такой. Им только, да, и поблажки, да, они увидят, что вы за него держитесь, что вы боитесь. Поверьте, они быстро очень на голову садятся. Ну, даже в возрасте, да, мужчины, ну, разные есть. Допустим, я сколько общаюсь с людьми, раньше общалась, мои друзья. Человек ничего ещё для вас не сделал, но он вам в любви будет, ну, объясняться. Даже бывает такое, что, допустим, вы человека не видели никогда в жизни, вот, на камеру, да, ну, не хочу общаться, нету времени, человек уже у тебя в любви объясняется, уже женится на тебе. Я говорю, как это ты меня полюбил? По фотографиях, по видео каких-то, да, обычно в Фейсбуке это они смотрят, в Инстаграме и так далее. Ну, они очень легко вот это говорят. Знаете, я, ну, зависит от человека, что вы с себя представляете. Я люблю человека чести, допустим, чтобы было сердце доброе, душа, справедливый, умный, с характером человек бы был, да. Но это опять же, понимаете, этот человек, вот смотрите, я вам наведу пример на себя. Допустим, с бывшим, да, я сейчас никого не хочу обидеть. Вот, допустим, этот человек со мной живёт по-другому, жил по-другому, да. Он для меня такое сделает, что для вас никогда не сделает, допустим. Ну, чем вы зацепите человека? Есть, понимаете, я всегда смотрю умных людей, характер, сердце, я смотрю на глаза. Я очень быстро могу разоблачить человека, который врёт, который обманывает, который, ну, понимаете, даже есть такие варианты, что человек просто влюбится. И его попустит, его всегда надо интересовать. Чем вы будете его интересовать? Например, вы задавали мне вопрос, чем ты его интересуешь? Я вам так скажу, чем я интересую? Я человек непредсказуемый, понимаете, потому что я люблю себя. Вот пришло мне в голову сегодня выйти погулять. Допустим, у нас не было ничего договорен на следующий день, и я решила, ну, предупредить перед фактом, что я сегодня, у меня планы с подругами выйти погулять, или у меня какие-то дела есть. Если ему 150 раз не понравится, я по глазам, по мимике лица увижу, потому что высказывается мой адрес, человек не будет. Но это, конечно, если вы живёте, вы общаетесь, человек подумает, умный человек, что за эти слова он может дорого поплатиться. И поэтому ему 100 раз будет неприятно, но он будет любой выход искать, чтобы вам позвонить. Типа он за вас переживает. Вот, допустим, я с подругой, да, когда была, она говорит, как он о тебе заботится, да, 100 раз тебе звонил за пару минут. Я говорю, нет, он просто интересуется, с кем я общаюсь, потому что он знает, что мой бывший рядом живёт близко, и он всё время контролирует. Потому что, когда я дома нахожусь, человек меньше звонит, ну, как бы увидит и так далее. Но я ещё раз повторяюсь, когда у вас мозги работают хорошо, запомните, человек, ну, в любом возрасте, да, если человек, вы что себе ищите для жизни? Вы себе ищите какого человека, допустим, да, чтобы был и симпатичный, и что-то за душой у него было, и чтобы жильё какое-то, деньги имел, да, вы себе ищите. А что вы для этого человека саму себя дадите? Допустим, да, чем я беру мужчин? Вы у меня задали вопрос интересный. Я не знаю, чем я беру. Наверное, тем, что я их отталкиваю, потому что я очень свободно общаюсь, даже не зная языка. Да, понимаете, я не люблю. Вот, допустим, я говорю каждому мужчине, да, что я не люблю, когда мне пишут много, я не люблю, когда мне звонят. Допустим, я когда общалась на сайте, человек мне говорит, почему ты так долго отвечаешь, да? Вопрос задают. Я говорю, потому что ты здесь не один. У меня человек сто, я должна хотя бы десять человек посмотреть. А он говорит, что значит, я не один? Я говорю, а ты мне кто такой? Ты мне не брат, не сват, никто вообще. Мы просто поздоровались, там, два-три дня я ответила на обычные элементарные вопросы. Я говорю правду. Я как бы общаюсь, еще изучаю турецкий язык, а еще, а вдруг попадется человек, ну, который хороший, я тогда разрешу ему, допустим, ну, каждый турок, да, он хочет с вами встретиться. Да, тем более, когда знает, что ты живешь в Турции, ему это легко, билеты покупать не надо, тратиться не надо, просто, понимаете, как бы есть такие варианты. Но я почувствую, этот мне человек подходит или нет, потому что многие очень врут, когда ты его спрашиваешь, да, не надо ничего говорить человеку, что ты любишь, что ты не любишь. Потому что, смотрите, как я проверяла человека, который выпивает алкоголь. Они обычно все, вот, мне девочки, как узнать? Очень легко, понимаете, потому что, вот, я не пьющий человек. И когда я начинаю общаться с мужчиной, да, и они что, они предлагают вам ресторан, вы улыбайтесь, да, конечно, сходим в ресторан. Когда человек говорит это самое, не, ну, я умею общаться, и не знаю, как вам объяснить. Вот, допустим, спрашивают, ты что любишь? Я перевожу тему, а ты что любишь? Какой ты алкоголь любишь? И улыбочка там, да, вот я счастлива, я бы меня пригласили в ресторан, и мне предложат алкоголь. Ну, как бы по глазам, по лицу я могу определить человека, он пьющий или не пьющий, или маловыпивающий, да. И потом это самое, он начинает, а я раке люблю, а я люблю водку, а я люблю вино, виски люблю, пиво люблю, всё люблю. Ну, я поняла, что это не мой вариант, и говорю, извини, я вообще не пью. Ой, а я тоже, я очень редко, короче, и этот вариант я сразу удаляю. Зачем мне такой человек? Зачем себе парить мозги, время своего тратить на какого-то пустого человека? Вот я так стараюсь, да. Да, есть такое, что, допустим, знаете, как один у меня турок, я говорю, а ты что мне не признался, что ты пьёшь алкоголь? Он очень это скрывает. Ну, как, выпивает, да? Он говорит, ты бы меня заблокировала. Был, это моя ошибка была, что я сказала, что нахер мне вот эти пьющие мужчины, я их заблокирую. Я не пьющий человек. И меня, ну, умные люди, они поймут, что ж ты в ресторан не хочешь, что ты не кушаешь, значит, женщина не пьющая. Но это вариант для жизни, потому что, которая женщина выпивает, есть у меня такие подруги, что они знакомятся сто раз, говорила, говори мужчине, что не выпиваешь. Потому что он сразу примет тебя за женщину лёгкого поведения. И что, ну, так и относиться к тебе будет. Знаете, потому что многие женщины у меня задают кучу вопросов, да, и интересно. Вы мои старые видео не смотрели, новые подписчики, я так поняла. Ну, конечно, я с удовольствием отвечу, поделюсь тем, что я умею. Я вам говорю, турецкие мужчины не они, как для вас принцы. Вы насмотрелись в фильмах, это обычные люди, но очень умные, очень хитрые. Они остывают. А как остывают? Потому что женщины расслабляются, хотят спокойные турчанки. И, знаете, это ваша глупость, которой мне многие написали, что вот я видела турчанок, я была много раз в Турции, что они такие страшные девочки. Вы в таких местах ходите, понимаете? Есть такие, вот, допустим, я вам так скажу, что, ну, женщина закрытая, вы не знаете, какая она внутри, да, какой у неё характер, как она ведёт себя, да, допустим. Вы этого даже не имеете понятия. Есть такое, что есть очень престижные районы в Стамбуле. Это Нишантыш, Осман Бэй, Левенд. Ну, вы пройдитесь по улице, посмотрите, какие турчанки. Нам до них очень далеко. И так что не надо прыгать выше себя, выше своей головы. Потому что, во-первых, считайте, я очень редко вижу женщин, которые, считайте, при деньгах ухоженные, чтобы она была толстая. Понимаете, она худее меня. Турчанки очень за собой смотрят. И, ну, вам так кажется, понимаете? Потому что многие мне написали, да, что они разукрашены разными там цветами, разодетые девочки. Стильные турчанки. Честно вам говорю, у них очень мало макияжа. Она очень красиво комбинирует вещи, модель очень хорошая. Модели подбирают очень хорошо, что я даже засматриваю. Я вам каких-то видео показывала, как они одеты, тоже вызывающие, открыто. Ну, они это все красиво подбирают. Просто вы приходите после нашей страны, как у нас принято, да, в нашей стране. Вот красные вещи у тебя, туфли, сумочка там, верх какой-то. Здесь совсем по-другому это все подбирает. Ну, и вы сразу смотрите и думаете, что они вот такие. Нет, друзья мои, я вам говорю. Это если есть такие районы. Если вы бываете в ресторанах престижных. Допустим, вот я засматривалась на женщин. Настолько ухоженные. Турчанки вы себя даже не представляете. И со вкусом тоже одеваются. Так что вы насмотрели всяких видео, мои друзья. Ну, посмотрите, если вы смотрели даже в прошлые времена, да, исторические фильмы. Как они одевались. Как ухоженные. Ну, почему в фильмах нету толстых женщин? Ну, полных или как, да, чтобы я никого не обидела. Потому что, видите, это спокон веков. Вот, допустим, мой говорил один и другой, что они не любят женщин полных. Среднего роста и не любят полных. Если у меня сверху эсочка, эмочка, у меня рост 175-177, может, 6, где-то так, да. И считайте, у меня эсочка вверх эмочка, да. И, ну, 38 размер, и он считает, что я полный один и другой, мои друзья. Я, как бы, мне пофиг на его мнение, да. Но, потому что турчанки действительно очень худенькие. Ну, вы видите где-то в транспорте, где-то на улице, и сразу у вас такое мнение, что вы здесь, сюда все принцессы поприезжали. Допустим, да, это неправда. Женщины очень умные попадаются. Они очень хитрые. Они знают, как говорить, где промолчать. Допустим, вот, особенно турки, особенно турецкие мужчины, они, знаете, что выбирают женщину по характеру, по уму. Если умный человек, он смотрит, чтобы она была умная, чтобы было интересно. Ну, женщина, да. Ну, и с характером, конечно, потому что ему скучно будет с этой женщиной, которая постоянно готовит, как мышка ходит серая. Мужчину надо удивлять турка, надо иногда ей на место поставить, надо по-разному. Чем вы больше будете лезть в одно место, он вас, ну, будет разлюблять. Разлюблять. Вы знаете, когда говорю очень высокое мнение, мне женщины понаписывали, что вот это, ну, у вас такие мужчины, что где вы ищете таких тупых, что издеваются. Девочки, а вы идите поживите, а потом посмотрите. Поверьте, здесь женщины, которые, прожив более 30 лет, они в молодости здесь приехали. Бабы очень битые, женщины ухоженные, допустим, настолько, что я засматриваюсь. И очень трудно бывает, понимаете, потому что, естественно, смотря кого вы ищете. Если вы ищете человека, чтобы просто жить в Турции, если вы ищете, они все умеют хорошо говорить, очень сладко, мягко сначала, да. А потом поживите, посмотрите, потому что, ну, во-первых, все фамилии будут рядом. Ну, не знаю, мои друзья, как вам правильно ответить, потому что, говорю, многие женщины, это очень ошибка, что вы очень высокого мнения о себе. Потому что, я говорю, сначала турок влюбляется, восхищается, он смотрит, потом вы его не удивляете, пустота какая-то, допустим, да. Вы, ну, покорно подчиняетесь, я не знаю, допустим, друзья мои, ну, это совсем другая жизнь начнется. Турку только дайте слабиночку, сядет вам на голову очень быстро. Знаете, смотрите, как вам сказать, женщины еще задали вопрос, мужчины дают зарплату, деньги? Нет, конечно, этого у них не принято, потому что мужчина за все платит, за все контролирует. Ну, так принято, допустим, я с бывшим жила, то же самое было такое, что они любят продукты покупать. Ну, не обращайте на это внимания. Ну, попроще, если у вас будет копейка капать своя, потому что тогда и вы получите больше денег. Если, ну, видит человек, что у вас нету на данный момент денег, и он вам их давать не будет, потому что вы никуда не денетесь, допустим, да. Ну, вот и такие нюансы есть. Ну, девочки, знаете, главное, я говорю, вот вы себя полюбите, себя уважаете. Ну, если женщина на самом деле себя любит, уважает, неужели вы позволите какому-то турку или вообще мужчине, чтобы вам на голове сидел? Я думаю, что это ни одна женщина, которая уважающая себя этого не позволит. Еще вот зачитала комментарии, которые мне написали женщины, что это правда, что взрослые мужчины на пенсии после 60 могут на улице знакомиться. Девочки, очень часто такое бывает, что, понимаете, есть состоятельные мужчины, у них уже крыша едет, ну, допустим, я знаю, 63 года, 68, да, двух людей недавно. Почему? Потому что, знаете, ну, их же в возрасте женщина, это 100% закрыто, и она ему неинтересна, ему скучно крыша едет, понимаете, потому что, ну, деньги есть, некуда их девать, и надо приключения себя искать на попочку. Допустим, какой вариант? Этот человек вряд ли разведется со своей женой, пусть он с ней не живет уже, как есть такой один человек, что 14 лет с ней не живет, мне рассказывал, да, но он не разведется, потому что, понимаете, туроки очень хитрые, очень умные люди, он не будет делиться недвижимостью и так далее на детей, на жену, ему молочок перепадет. Не будет ни за одной женщиной рисковать, это надо сразу продумать, потому что этого не будет. В другом случае вы можете быть его женщиной, если он действительно вас будет любить. Я знаю таких женщин наших, которые живет женатый мужчина, и, допустим, да, он ее содержит, у них даже вообще дети есть, это взрослый мужчина под 70 лет, ну, бизнесмен бывший, да, ну, у него есть свои бизнеса, они никуда не делись, но он не разведен со своей женой, даже жена об этом знает, но он ее содержит, у них двое детей, общих женщин с нашей страны, скажем так, и, ну, он ей жилье купил, потому что, ну, она до конца жизни будет с ним, но там возраст, разница где-то 22 года. Так что, мои друзья, такие варианты есть, я не знаю, я не знаю, понимаете, вы очень многие смотрите фильмы. Для всех, потому что, как по комментариях могу определить, когда мне пишут, для вас это турецкие мужчины, бог знает что. Девочки, вы с ними знакомитесь, обычный простой мужчина, допустим, у него ничего за душой нет, маленькая зарплата, и он снимает квартиру. Очень мало мужчин, которые будут работать на двух-трех работах, знаете почему? По простой причине, больше будут платить элементы жене и детям. Поэтому он себе будет, там ему капает какая-то копеечка, и на эту копеечку он будет жить. И они себе очень многие ищут женщину с деньгами. Почему? Даже в возрасте, мои друзья, женщина, да, и легко найти моложе себя 10 лет. Потому что они смотрят женщина ухоженная. Знаете, как мне турок один сказал, когда женщина ухоженная, допустим, хорошо выглядит, я могу определить, в каких она условиях живет, есть ли у нее деньги. И может она себе позволить, потому что, говорит, я не могу себе завести женщину, содержать ни с чего, работать не хочет. И так далее. И они даже определяют, понимаете, как у меня есть подруги, что у них мужчина моложе на 10 лет, допустим, да, женщинам за 50, даже больше. Но почему бы и нет? Потому что, считайте, ей ничего не надо. Она обеспеченная женщина, свои жилье имеют, занимается, крутит, вертит, чем только один бог знает, да. И она себя ищет для удовольствия молодого человека. А тут такого очень много есть, что мужчины себе ищут женщину, которая что-то за душой есть. Он себе не найдет молоденькую. Вы знаете, как турок мне сказал, как многие турки, когда я общалась, я говорю, ну, допустим, тебе 44 года, ты себе можешь спокойно позволить там с нашей страны 35-30 лет спокойно, легко приедет сюда. Говорит, а зачем мне нужно, чтобы у меня мозги дрымбала, что ей это, это надо, говорит, они уже разбалованные, знаешь. Они тоже очень хорошо соображают, что на нее работать надо. И он тебе лучше для спокойствия, говорит, у вас женщины есть после 40 и выше, что очень ухоженные, лучше выглядят, чем эти молоденькие. Да, возьмешь себе, говорит, ребенка на голову, потом с ней не справишься. Даже такие варианты есть, понимаете, как бы. Ну, я столько общалась, мои друзья, что могу легко на это отвечать. Еще многие мне девочки написали, задали вопрос, что у вас у знакомых есть женщины, которым подарили машины. Я даже знаю девочки, такую девочку, около 26 лет, модель, моделью работала в Стамбуле. Она вышла замуж, ему, ну, я сейчас точно, около 50 лет, бизнесмен, очень ухоженный человек. Он ей подарил Мерседес, очень комфортный, там, я не знаю, фол, да, с нуля. Но, знаете, когда ее спросили, а он тебе подарил, ну да, подарок на свадьбу, он женился на ней, а Мерседес записан на него. Даже этот вариант не проходит, поверьте мне. Потому что он понимает, что она моложе него красивая, считайте, в любую минуту уйдет. И уйдет, останется ни с чем. Но эта девочка, во-первых, ну, моделью, красивая, очень ухоженная женщина, девушка. Поэтому я говорю, даже такие варианты, и я могу очень много привести, что есть подарки, но никто ничего не перепишет на вас. Я еще такого не встречала, мои друзья. Знаете, очень много женщин, которые, ну, стесняются сказать правду, показать правду, которые внушают, ну, счастлива женщина будет хвастаться, как ее муж любит, как она счастлива, что она кушает. Ну, если действительно человек счастлив, он будет это говорить. Зачем? Человек к этому привыкает и считает, что это нормально. Почему я должна показывать, допустим, как меня любит, как меня ублажает. Вот я вам так скажу. Если мне мужчина говорит комплименты, когда я видео сделаю, я его или удалю, или очень хорошее видео, я только посмотрю или кое нажму, что я не хочу, чтобы ты вообще разговаривал. Потому что я считаю, что кому это должна показывать. Но когда тяжело будет, я такой человек, что я терпеть не буду. Я все брошу, сломаю, а что мне терять? Но, которые женщины, вот это кричать на весь мир, какая счастлива, как он меня любит, как он меня ублажает. Девочки, неужели счастливый человек говорит о своем счастье на весь мир? Ну, говорит человек, который, ну, думает, что он счастлив. Или если человек, его мужчина ублажает, что-то подает, что-то делает. Если женщина думает, что, ну, вот это какое счастье. Это обычно. Это обычное явление для женщины, для мужчины. Вы живете вместе, вы тоже для него так делаете, он для вас. Это нормальные вещи, мои друзья. Если женщина считает, что это большое, огромное счастье, ну, она так считает, потому что к ней, наверное, раньше относились плохо. Поэтому, мои друзья, я не знаю, вы пробуйте. В первую очередь, в любой стране, в вашей, в нашей, я не знаю, в какой, если вы себя уважаете и цените, вы не сможете, ну, если в человеке это заложено, себя уважать, ценить, и вы будете точно так, понимаете? Потому что женщина, которая действительно себя любит, уважает, она не побоится разорвать отношения, уйти, бросить и так далее. Или, если это достойный человек, вы дадите шанс друг другу. Я не знаю, девочки мои. Ну, я говорю, вы насмотрелись очень многие сказок, да, фильмы, вы просто думаете, что турецкие мужчины – это принцы, это обычные люди. У нас ещё больше, но я не знаю, девочки, мужчины, которые на всё пойдут ради женщины. Здесь идут, потому что закон заставляет, а по-другому не пойдут. Только за своей, за своими женщинами. За вами точно не пойдут. Мои друзья, можно на эти темы очень много говорить? Вы пробуйте, потому что кто-то соглашается, кто-то своё доказывает. Пробуйте, мои друзья, допустим, да, я не знаю, может, кому-то повезёт, но поверьте, что любой мужчина остывает. А знаете, когда он сидит на сайте, я вам открою секретик. Так он наших женщин видит тысячи, ой, боже, тысячи, сколько он захочет. Да, есть очень много сайтов знаком, наши женщины готовят девушки к старикам летать. То есть, допустим, я знаю, могу вам очень много примеров навести, что есть 30-35-летние девочки, что они даже летают к выше 60 лет. Очень легко. И там, ну, я видела и фотографии, и видео, тело молодое, красивая девочка. Думаю, что ж ты там творишь? Ну, есть у меня знакомые, показывали вот эти видосики, фотографии. Так что, знаете, а что ему терять? Ему ничего не будет, он вас бросит, найдёт себя помоложе, ничего не будет. Так что, знаете, поговорите мне, что этот молодой найдёт себе там флаг, ему рука пусищет, пусищет. А может, будет наоборот. Понимаете? Это зависит от вас. Живо, здорово. Главное, чтобы здоровье не подвело. Удачи вам, счастья, здоровья. Так что, мы ответили на ваши вопросы. Насчёт мужчин, говорю, не смотрите сказки. Это только в фильмах бывает, мои друзья. Смотрите реальную жизнь. Потому что сказка, она заканчивает очень быстро. Говорю, жить с мужчиной одно, встречаться, жить с гражданским браком. Это другое, замужем это третье, мои друзья. Насчёт наследства я отвечала в других видео, там посмотрите, мои хорошие.